Компания «Фосагра» вновь поможет благоустроить Балакова. На днях было подписано соглашение, в рамках которого Балаковский филиал АО «Апатит» в этом году выделит на эти цели 100 миллионов рублей. В предыдущие три года объем финансирования программы по благоустройству составил 370 миллионов. Комплексная программа именно по благоустройству нашего города. Если мы начали делать территорию в 2021, 2022, 2023 году, и сегодня есть ряд территорий, которые имеют логическое заключение в комплексе и это освещение, тротуары и малой архитектурной формы, и мы продолжаем эти мероприятия, сможем дальше развиваться и благоустроить наши территории, наши дворы, наши зоны притяжения для всех жителей города. Благодаря такому комплексному подходу в Балакове приводятся в порядок парки, скверы, пешеходные зоны, появляются новые благоустроенные территории. Создание комфортной городской среды, по мнению директора Балаковского филиала АО «Апатит» Сергея Лобанова, сказывается и на общем настроении жителей города. Человек приходит домой, с каким настроением он идет по дорожке, освещенной, либо с ямами и так далее. Вы же понимаете, такая отдача будет на работе. Мы же приходим все на работу. А если человек, идя на работу, где-то споткнулся в темноте, то и отношение у него такое же будет. В 2024 году выбрано пять основных направлений благоустройства, на которые компания «Фосагра» направит 100 миллионов рублей. Например, будет продолжена модернизация системы уличного освещения, прежде всего вдоль пешеходных дорожек. Первая территория, она находится вдоль улицы Ленина, возле парка «Октябрь». Вторая территория вдоль улицы Цитова, от остановки Шлюзы до театра юного зрителя. Третья территория вдоль улицы Вокзальная, от дома 5А, по улице Вокзальная до улицы Радское шоссе. Четвертая территория вдоль улицы Шевченко. И пятая территория располагается вдоль Радского шоссе, от улицы Тернавская до улицы Телевизионная. Ирина Кондрашова порадовала, в этом году внимание уделят и ремонту дворов. А в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет разработан проект реконструкции аллеи героев на факеле социализма. К предыдущему юбилею при участии компании «Фосагра» и других крупных предприятий были отремонтированы обелиск, пилоны с фамилиями погибших, чаша слёз и площадка перед обелиском. Для следующего этапа реконструкции необходим проект, который воплотят в жизнь к предстоящему юбилею. А вот памятник строителям пяти всесоюзных ударных комсомольских строек приведут в порядок уже в этом году. Завод по выпуску минеральных удобрений – одна из комсомольских ударных строек, поэтому символично, что именно химики поддержали предложение о благоустройстве этой территории. Работа здесь предстоит масштабная. Полный демонтаж ограждающих стен, демонтаж информационных тумб и демонтаж всего покрытия площадью, а также возведение новых стен с их облицовкой, новых информационных тумб их облицовки и полное восстановление покрытия данной площади. В приоритете и благоустройство территории возле социальных объектов. В этом году будут отремонтированы тротуары возле 25-й школы, у детского сада номер 70, а также возле первой детской поликлиники. Уделят внимание и парку Центральный. Здесь появятся дополнительные лавочки, арт-объекты и даже топиарии – очаровательные фигуры из растений, например, в виде животных или автомобилей.